Ребята, всем привет! Новый день, новый влог из названия, вы уже все поняли! Вот такой беременный дружочек! Ох, я даже не представляю, как давно и долго вы ждали от меня таких новостей. И вы видите, какая красивая, наряженная такая вся с укладочкой. Все дело в том, что в этом влоге я вам покажу, как проходила наша первая фотосессия беременная. Вот, и фоточки вы уже можете заценить в моих соцсетях. И вы, наверное, думаете, а почему я таким видео вам рассказываю о том, что я беременна? На самом деле, я другим видео вам решила рассказать о том, что я беременна. Мы со Славой сняли целое видео, где рассказываем о том, что я беременна. У нас будет малыш! Показываем реакции наших родных, близких, друзей. Господи, что мы там еще рассказывали? Мы много чего там рассказали, показали. И это видео вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставила в описании в моей официальной группе ВКонтакте. Так что обязательно переходите, смотрите, оставляйте комментарии. Буду читать, ждать ваши лайки и комментарии. Безумно, безумно рада, что наконец-то с вами поделилась. А в этом влоге я вам покажу, как проходила наша фотосессия беременная. И некоторые фотографии, кстати, выставлю эксклюзивно только ВКонтакте. Так что обязательно подпишитесь на мою официальную группу. Надеюсь, что вам понравится этот влог. И я уверена, вам не терпится посмотреть, что же там у нас за фотосессия такая получилась. Хотя какие-то фотки вы уже наверняка видели в интернетах. Я сейчас пойду смывать макияж. В принципе, я пойду в душ, потому что у меня на голове столько лака из-за того, что съемка сегодня была. И как же мне нравится, когда вот такие волосы, типа голливудские локоны. И мне вот эту укладку делали с, получается, не плойкой для выпрямления, а именно плойкой для завивки. Такая вот она, кругленькая, короче, вы поняли. И мне безумно нравится, как это выглядит. Просто вот почему я сама так не умею. Сама я вот так вот именно не умею. Но у меня на самом деле и плойки такой нет. Надо мне ее купить и пробовать, так делать, такую красоту. У нас уже 8 часов вечера. И я, конечно, безумно за сегодня устала. Ну, не так, чтобы прям вообще капец устала. У меня еще сегодня есть планы поработать. Возможно, полежать какое-то время. А потом найдутся силы даже на то, чтобы разобрать вещи со съемки. Вот. Пока не знаю. В любом случае, смотрите, как прошла наша съемка. А завтра, кстати, будет второй скрининг, к которому я тоже готовлюсь, жду. Так что завтра тоже буду вам рассказывать свои какие-то эмоции, переживания. И это все вы увидите в этом влоге. Так что не переключайтесь. Я уверена, что первым делом вы, наверное, побежали посмотреть ВКонтакте видео про беременность. Хотя, наверное, вы его уже даже посмотрели. Может, сейчас пойдете смотреть. В любом случае, сегодня аж целых два видео для вас. Привет, ребята. Настал день съемок первых съемок беременных. Сегодня 9 февраля. Вот. Мы уже делаем макияж. Уже, наверное, половину даже больше сделали. Вот. У нас еще будут глазки. Наверное, несколько раз поменяем образ. Ну, не сильно. Прям так. Сейчас сделаем более нюдовый первый образ. А потом сделаем что-то более такое яркое. Ребята, во-первых, приехала Настя. Наш пострадавший. Пострадавший, но при этом... Бриллиантовая рука. Да, больный. Довольный и готовый ко всему. У меня шикарные голливудские вот такие вот локонцы. Сейчас Славе тоже сделаю тон. Замажут его чудные синяки под глазами. Будем оба красавчиками. А мы с Настей сейчас пойдем уже в студию. А, мы уже, наверное, можем туда зайти, да? Да. Скоро приедут кролики. Представляете? Так, ребят, мы уже зашли в зал. Сейчас будем эту ткань расправим, и на ней у нас будет съемочка. И вот здесь мы будем делать съемку с кроликом. Тут камера, тоже нужно следить за этим и найти мне место, где я буду переодеваться. Потому что мне даже трусы надо будет менять. Странно, да? Ну, что поделать? Блин, что они никогда никакую ширмочку не сделают? А, тут вроде есть. Но при этом на каждом углу камера. Клево придумали. Ну, ничего не скажешь. Хочешь ее поближе туда? Надо будет потестировать без кроликов, чтобы когда они приехали, сильно их не мучить. Но мы их и не будем мучить. Мы их будем ласково держать на ручках. Сейчас Слава принесет одеяние. Классные, мелкие такие, смешные. Сейчас мы попробуем снять здесь еще. Но уже... Что, мы кроликов отпускаем? Или пока еще нет? Давай еще одну на берег попробуем снять. Угу. Одной рукой Настя снимает, другой Юлю снимает. Ребята, всем привет! Сегодня 10 февраля. Я накрасилась, причепурилась. Потому что, хоть я и беременна, и на пятом месяце, блин, нифига себе, я хочу выглядеть супер-пупер бомбой, как и всегда. Не знаю, конечно, как меня жмахнет или как-то. Как я буду выглядеть на последних каких-то месяцах беременности? Очень надеюсь, что шикарно. Типа, как Ханна. Например, кстати, она родила вот как раз вчера. Здорово. Сейчас мы пойдем делать ужин. Сейчас 18.32. Славы дома нет. Он впервые за очень долгое время уехал встретиться с другом. И я думаю, что как раз сегодня он своему другу расскажет о том, что я беременна, что у нас будет малыш. Сегодня был второй скрининг, и я безумно рада. Ну, конечно, я и так знала, что все будет хорошо. Видели сегодня нашего малыша любимого. Такой сладенький малыш. У нас, конечно, тьфу на него. Постоянно чувствую шевеление. Да, постоянно. И мне это так нравится, потому что я вот даже, кстати, сегодня пошла по всем врачам, прошлась. Думаю, надо, пройдусь-ка я по всем врачам, у которых я должна была пройти, оказывается, аж до 12 недели. Честно, я не знала. И я не так давно, когда была в женской консультации, меня наругали. Сказали, типа, ты чё? Уже у меня, получается, 18 недель 5 дней, а я до сих пор не прошла этих врачей. Там ЭКГ, терапевт, стоматолог. Я к Уизе схожу в Smile Studio. Тем более, что я все, короче, зубами делаю только там. Не вижу смысла идти куда-то непонятно куда. И этот окулист, короче, зрение. Я сегодня ходила. Это такой трэш. Мы с вами идем на кухню готовить ужин, потому что чувствую голод, который испытывать я не должна. Не имею права. На данный момент я поправилась на 4 килограмма. Я не знаю, много это мало, но я постоянно как дурочка сижу, гуглю, типа, сколько норма поправится к 19 неделе. И, ну, там написано, что, по-моему, до 5 килограмм норма. Может, я, конечно, зря загоняюсь, но мне хочется классно выглядеть. Мне хочется быть... Ну, я понимаю, что я худой не буду. Я понимаю, что у меня течет лицо, все течет. У меня огромный будет нос. Все это я понимаю. Но минимизировать это 100% можно. Так, я съем бананы. Я с этими бананами как сумасшедшая ношусь по всему городу. Вчера на съемку брала эти бананы. Один съела в машине как раз. Сегодня брала в больницу эти бананы на скрининг. Короче, везде с этими бананами. Сейчас будем его перекусывать. Я стараюсь вместо бутербродов, всякого говна, пирога перекусывать чем-то вот таким. Типа яблочко, бананы. Единственное, что у меня на некоторые яблоки аллергия. Я не знаю, это у меня так было всегда, но в беременности это обострилось. И у меня надувается где-то на губе шарик огромный. Он через пару часов проходит, даже быстрее. Но из-за беременности это все как-то усилилось. И этот шарик у меня долго не проходит. Вот я перед съемкой за день поела яблоко. У меня вот здесь скачал шарик. Не помню, рассказывала я вам или нет. Может, в будущих логах рассказывала. Уже это смонтировала и забыла. Ах, беременные. Так вот, и помимо того, что у меня скачал шарик, который не сразу прошел, он у меня, наверное, часов пять держался. Так у меня вся нижняя губа треснула к херам. Я уже теперь яблоки боюсь есть. У меня скоро аллергия по расписанию на весеннее цветение. И мне нужно будет сходить в врачу и спросить вообще, что, как жить, как быть. Пить, потому что, ну, это трэш. В первую беременность я в самом начале пила таблетки от аллергии. Был небольшой срок беременности. И я помню, как сильно я из-за этого переживала, что я пью таблетки, блин, в беременность. Но врач мне сказала, что лучше ты будешь пить таблетки, это будет меньше как-то плохо влиять на ребенка, на плод, нежели если у тебя будет аллергия прогрессировать жесткая. Это будет намного хуже, короче, для ребенка. Мне так объяснили, не знаю, напишите знатоки в комментариях. Но, в общем, в любом случае, я не знаю, что делать. У меня весной будет жесткая аллергия, и срок будет достаточно немаленький. Ну, типа, знаете, там 7 месяцев уже будет. 8, наверное, ну, 7, 6-7 месяцев как раз вот на самую жесткую обостренную аллергию у меня выпадает. И как бы не родить, блин, после какого-нибудь чиха жесткого, потому что я иногда так жестко чихаю, глаза, сопли, слюни, все. И я понимаю, что как бы это еще в беременности не обострилось, не усилилось все, это не ужин, это легкий перекус. Потому что я не могу начать готовить из-за того, что здесь рач, и это нехорошо. По-моему, бананы достаточно калорийные, да? Блин, я настолько не загоняюсь. Блин, что-то у меня в груди такие здоровые. Это необычно даже, я вас не спечатаю. Ребята, что я могу поделать? Я будущее кормящая мать. Так, короче, сегодня я записалась в платную больницу проходить обследование. Прошла только трех врачей из четырех. У меня остался только стоматолог, но я запишусь уже на следующей неделе. В Смелл-студию схожу. Я перед беременностью ходила к стоматологу, и чистку мне делали, и проверяли на кариес. Поэтому я знаю, что все норм. Но в любом случае для справки, для документов мне нужно сходить. Чистую посуду разгружаю, поставлю туда грязную еще со вчера. Просто вчера мы так устали после съемки. На то я дома столько всего прибрала вчера. Несмотря на то, что реально очень устали после съемки, я прям молодец. Единственное, что на кухне не доубирали, ну как бы это мелочь. Сейчас мы это сделаем. Вообще у меня по плану сегодня уборка. Не то, что генеральная, но хорошая такая уборка. И полы помыть, потому что опять появились ссаные лапки Вивьены. Когда она лужу напрудит, хоть и на пеленочку, потом туда лапки шмяк, и потом своими лапками хоп-хоп-хоп по квартире. Короче, те, у кого собачки и ходят дома на пеленку, они меня очень хорошо поймут. Я записалась к окулисту. Честно, я последний раз у глазного врача была в школе. Когда училась в школе на какой-то диспансеризации, это было сто лет назад. И все мои ожидания о том, как пройдет поход к врачу, посещение окулиста, основывались на том, что я вот так вот делаю, посмотрю боковки, потом вот так вот посмотрю боковки, и все. Я охренелась сегодня, реально, я давно просто не была врача, я даже не знала, что там за технологии. Началось все с того, что я зашла в платную клинику. Я приехала, как я и сказала, но там есть люди, которые по ДМС, то есть от работы у них есть какая-то страховка, типа, они могут бесплатно как бы обслуживаться от работы. В этой платной клинике, конечно, с платной клиники сделали какой-то кэшмет, потому что туда как бы ты приходишь, платишь деньги и хочешь быстро, без очереди, по времени прийти, все классно получить, супер обслуживание. А в итоге из-за того, что теперь там куча людей обслуживается бесплатно под ДМС, я ничего не говорю, это хорошо для тех людей, которые там обслуживаются так, но просто когда ты приходишь за бабки, тебе хочется быстро шмяк-шмяк-шмяк. А в итоге не всегда так получается, но я по сути сегодня только одного врача ждала долго, это терапевта, потому что какой-то мужик опоздал, который был передо мной. Вот, я боялась, что не успею на ЭКГ дальше, у меня просто три врача подряд было сегодня. Кстати, сегодня же записалась, я очень рада, что закрыла этот вопрос. У глазного врача меня посадили, сказали вот как-то вот так вот поставить голову, открыть глаз, смотреть прямо на какую-то картинку. Я смотрела там вдалеке-вдалеке, был воздушный шар большой такой. Ну да, большой воздушный шар, я забыла, как это называется, но тот, на котором можно полетать. Вот это вот страшное приключение, когда ты можешь улететь нахер куда-то и не привязан к земле никак. И сказали просто смотреть. Я смотрела, у меня ничего не спрашивали, типа, что видите, не видите. Потом на меня надели какие-то интересные очки, где один глаз типа закрыт был, а другой с какой-то как будто линзой. И достаточно далеко от меня, не знаю, может метра, даже не знаю сколько, 4 точно, да даже 5, я думаю, больше. Ну короче, не суть, достаточно так вот далековато, были буквы, были цифры, и нужно было их сказать. Сразу мне сказали, типа, если видите самые нижние, типа самые маленькие, сразу называйте их. Я начала называть, все супер, все класс, в какой-то момент показывают самые-самые маленькие цифры. И я понимаю, я такая говорю, типа, 27, хотя там 7, потом типа 9. Короче, у меня какая-то херня с глазами произошла, я думаю, у меня что, типа не 100% зрение. В итоге я моргнула, я не знаю, что это такое было, но как будто бы эта линза, она мне мешала увидеть. Я не знаю, что это за хрень, это реально странно, но когда я проморгала глаз, я видела все четко, идеально, самые маленькие цифры. Я вообще не поняла, может меня переглючило, может я переволновалась, но короче, все, я ответила верно. Сказали, вау, класс, супер, потом меня завели в какую-то темную комнату, светили мне в глаз, это было похоже не на обследование, а на какую-то пытку, если честно. Я уже хотела рассказать все этим людям, что это было ужасно, с открытым глазом, сидеть, смотреть в яркий свет, она с лупой смотрит. Короче, это был просто, это был просто какой-то издевательство, реально. И я в конце спрашиваю, ну что, типа, зрение-то норм вообще. Он говорит, да, вообще бомба, 100%. Я как бы в этом не сомневалась, самое интересное, блин, я не помню, вам точно не скажу, но наверняка знатоки в комментариях все это знают, напишут правильно. Короче, мне в женской консультации сказали, что если у меня зрение там что-то, ну, не супер, либо какие-то там капилляры, не капилляры, опять забыла, как это называется, я все-таки не врач, поэтому извините. Ну, короче, есть какие-то такие в духе результаты этого обследования, при которых могут запретить естественные роды, потому что, ну, потому что потому, вот. Так что это любопытно, и это, конечно, нужно все обязательно проходить. Желательно вовремя, а не как я. Если честно, это совершенно не похоже на меня, потому что я реально законопослушный пациент, гражданин, и я всегда все стараюсь делать вовремя. Я почему-то была уверена, что этих врачей мне нужно пройти до родов, а не до 12-й недели. И в итоге, то есть я об этих врачах знала давно, еще на 10-й неделе я узнала о том, что мне нужно проходить. Но в итоге прошла я сейчас на 18-й неделе и 5 дней, прикиньте. Терапевт тоже просто спрашивала какие-то типа в духе, нормально я себя чувствую, померила давление. Ну, короче, ничего такого интересного, в принципе, не произошло. Скрининг тоже прошел чудесно, замечательно. Посмотрела уже на подрощенного малыша. Мое самое любимое, у меня есть видео, где наш малыш зевает, и это просто умиление, не знаю, всей моей жизни. И сегодня тоже показывали, как малыш зевает, причем он у меня постоянно очень активный. Вот, правда, сейчас не чувствую, чтобы что-то там бился, не бился, но практически постоянно я чувствую, как он шевелится, что-то там бьется, дерется, крутится, верстится. Даже если руку положить на живот, и в какой-то момент можно, особенно лежа, хорошо почувствовать, как малыш просто там что-то куда-то плывет, что-то там делает. И это, конечно, просто обалденно, девки. Очень счастливо. Я особенно рада, что беременность протекает так приятно, без каких-либо, знаете, типа, не могу встать. Мне постоянно хочется наряжаться, краситься. Ну, короче, мне не хочется ходить, как какая-то лохутра, знаете, с грязной головой, не накрашенной. Конечно, я не всегда... Ой, туалетная бумага. Конечно, я не всегда, понятное дело, при параде, но вот я просто понимаю, что вот у меня такое состояние, что мне хочется быть, не знаю, каким-то олицетворением женственности. Понятно, я, может быть, много на себя беру и многого хочу, и, конечно, у меня кожа сейчас опять не идеальна, но когда она была идеальна? Короче, мне хочется просто ухаживать за собой X2 от того, как было раньше. То есть я понимаю, что многие беременные, особенно на последнем сроке, тяжело много делать, лень, еще что-то. Посмотрим, как я буду вообще себя вести, жить, ну, что будет, да, на последних каких-то сроках, насколько тяжело мне будет, например, накраситься, не знаю, еще что-то сделать. Но все равно, блин, конечно, каждая беременность это индивидуально все, и кому-то что-то легче, кому-то что-то сложнее. Вот, но мне, вот, по крайней мере, сейчас у меня такое невероятное какое-то воодушевление, прям как будто у меня крылышки какие-то за спиной. Мне хочется пахать, как бабочка. Так, я убрала грязную посуду, но, возможно, не по всей квартире я собрала. Да, не по всей. Мне нужно заправить кровать, все тут, потому что посмотрите, какой у нас ужас оттас, реально. И это потому, что сегодня, как проснулись, сразу поехали на скрининг. Очень страшно чихать. Потом пришли домой, буквально чаечек успела выпить, и сразу же побежала по врачам, потому что, не знаю, сказала нет, завтра хотим на дачу уехать, и хочется, ну, короче, закрыть этот вопрос, потому что воскресенье это уже 12-е, а понедельник 13-го у меня прием у врача. И, как бы, если я приду и не сходила ни к какому врачу, ну, типа, не прошла какие-то обследования, то я боюсь, что просто получу по шапке. Ну, нет, просто, на самом деле, в целом, как бы, что затягивать, куда затягивать, потому что дальше мне еще будет больше некогда, и не до этого. Поэтому, конечно, это такой момент, который не ждет. Сейчас будем заправлять кровать, все это убирать, наводить красоту. В шкафу тоже какой-то трешер, потому что не было времени реально как-то прям красотой заниматься. Еще то, что я недавно перестирывала... А, ну, этот влог у вас еще не вышел. Я сняла влог, в котором я разбираю вещи в контейнерах всякие, там, где-то наверху, внизу. Короче, все это я разобрала, постирала, и мне нужно это погладить, отпарить, и я это все никак не сделаю. Я все эти стиранные вещи закинула в один контейнер, типа, в духе до момента, когда, наконец-то, мои руки дойдут все это дело погладить, отпарить. Вот, пока не дошли, вот у меня будет следующая глажка, тогда я все и поглажу. Да, девочка? Да, мой хорошенький, поедем завтра на дачу. На дачу поедем, мой миленький. Да? Вкусно тебе его. В плане сил, энергии и так далее у меня, слава богу, все норм. И в первом триместре тоже силы были, не могу сказать, что я хотела как-то больше спать, еще что-то вообще, вообще норм. Вик, я тебя заправляю. Давай, вставай уже. Просыпайся, Вик, хватит, весь день лежишь, давай. Вставай. Какой пес послушный. Так, а то все переживают, давно у меня не было никаких уборок, разборов, чего-то там дома, потому что, конечно, как я буду себя в полный рост снимать? Уже в футболках даже объемных, это выглядит пипец подозрительно. Надо пропылесосить дома обязательно, хочу помыть полы. Но помыть полы можно будет после 11, ну, после 10, когда уже можно шуметь и не страшны нам соседские переживания. Дай маме до конца сделать, что-то Вик, жопом свой положила уже. Ты давай походи, может, немножко, жопом растряси свой. Вообще уже залежался пёксель. Кстати, вы еще не видели, оно только выйдет, видео про мой первый триместр. Там я тоже столько всего рассказала, показала каких-то подробностей и так далее, и так далее. Так что, обязательно тоже посмотрите. Хочу сегодня смонтировать этот влог, чтобы у меня все было готово, потому что у меня на монтаж два видео. Вот это и еще отснятое, и мне хочется, чтобы все было прям супер-пупер подготовлено. И вообще мне прям нравится то, что у меня очень много заранее есть уже контента, который я смогу выставлять, когда моей душе будет угодно и удобно. И это улет. На самом деле, мне много что есть вам рассказать. Грубо говоря, ответить заранее на какие-то вопросы, которые вы наверняка хотите знать. Ну, ответы, точнее, на эти вопросы. Типа, когда гендер-пати? Мы, кстати, уже знаем даже, каким образом хотим узнать пол-ребенка. Мне сразу понравилась эта идея. Это не что-то эксклюзивное. Типа, то, чего ни у кого не было. Это делают, мне кажется, почти каждый, чуть ли не каждый второй. Но это не лопа, не шарик. Это абсолютно неплохо и нормально. Моей маме, например, вообще нравилась идея, например, торт разрезать. Я говорю, мам, я говорю, конечно, что торт это прикольно, но эффектней, понятное дело, не торт разрезать. Торт разрезать это в кругу семьи прикольно. А если хочется сделать что-то такое, прям классное, видосик снять, там, эмоции и более, знаете, такое, как сказать, и более эффектное, то, мне кажется, торт это просто прикольно, мило, и мне тоже нравится. Это выглядит здорово. У меня, короче, другие какие-то предпочтения и желания. А еще куча всего, что надо бы постирать. Сюда постелила этот, господи, покрывала, потому что не могу уже смотреть на этот облезлый диван. С ума схожу. Хочется, чтобы здесь было вот как-то так, чтобы не видеть крошки от дивана из эко-кожи. Я вспомнила, что забыла поставить, стирать посудомойку. Ну, наверное, сейчас одну кастрюлю, которая мне нужна, в которой я хочу сделать гречку сама уж, конечно, помою. Я же не настолько это вся моя. А, еще у меня пришли вещи. Вон, знаю, что там есть какие-то футболки, кофты, но я думаю, мне это, конечно, придет сильно раньше. И я раз в этом классно буду ходить и скрывать свой живот. Хотя, не знаю, большой живот, наверное, большой. Мне сегодня на скрининге сказали, что там малыш, который соответствует сроку 19 недель и 4 дня. Но тем не менее, сегодня у меня 18 недель и 5 дней по менструациям. То есть, немножко как бы больше по УЗИ. Причем самое интересное, у меня по менструации одна дата стоит ПДР, по УЗИ другая, но они не сильно отличаются друг от друга. Ну, короче, об этом я вам тоже позже расскажу. Из видео про беременность, по-моему, вы уже должны были узнать, когда у меня стоит дата ПДР по менструации. Но, на самом деле, у меня там немножко эти даты варьируются. То есть, никто тебе не говорит, что ты родишь ровно в этот день. Тебе дается там 10 дней до и 10 дней после. От 38 недели до 41. И если до 41 недели у тебя что-то там роды не приходят, я думаю, что там уже начинается какая-то тема, типа, стимулировать как-то и так далее. Ну, я буду ждать, конечно, когда малыш сам захочет выйти. Большой ли у меня живот для, получается, 19 недели? Вот, потому что, конечно, 18 недель и 5 дней, если даже по менструации, да, но в любом случае... Мне кажется, он не такой здоровый для фотосессии, но мы все равно ее провели. И фотки вы уже видели. И на некоторых фотках в некоторой одежде живот выглядит очень большим. Прям вообще таким, как будто прям очень. А на некоторых прям вообще думаешь, так, это точно беременный живот, а не просто пельменьки какие-то. Постоянно хожу, любуюсь своим животиком, гляжу его, потому что малыш уже все чувствует. Наверное, что многие из вас за меня рады, потому что многие ждали, ну когда, ну когда, ну когда. Я пропылесосила, сейчас буду делать гречку, курочку и салатик. Так забавно, мы фотографировались, когда в студии вчера у нас там был образ с кроликами. Я вот так вот сидела, знаете, беременные сидят, ноги вот так подгибают и как бы сидят на коленках. Вот, и в такой позе видит живот, но он все равно небольшой. Даже я маме скинула, типа, бэкстейдж, она говорит, красиво, конечно, клево, но как будто бы такая съемка больше подошла бы для более большого живота. И я с ней, конечно, в этом согласна, если честно, потому что я тоже постоянно Насте говорила, типа, блин, точно видно, что беременна, точно видно, что беременна. Потому что в некоторых образах хорошо видно, что беременна, а в некоторых как будто не очень. И мы решили сделать пару кадров лежа. Ну, типа, тоже я лежу такая вся милая, вокруг меня кролики эти милые, классные, пушистые. И это вообще угар, потому что лежа вообще непонятно, беременна, нет. На самом деле лежа уже тоже видно живот, то есть, вдруг я когда лежу на спине, то есть видно прям исчертание живота, место, которое вот уже тверденькое такое, где сидит малыш. Я думаю, начинает цвести береза. Не знаю, можно в интернете посмотреть, когда начинает цвести, но судя по тому, что иногда я жестко чихаю, просто так, как будто бы я на кого-то гавкаю. Так, я поставила гречку и сейчас достану курочку. Я заказала такую курочку, которая сразу, типа, порезанная на тоненькие штучки, и мне надо просто их отбить молоточком слегка и посыпать специями, и все, можно ставить, готовить. А еще у меня были проблемы с режимом. Ну, как сказать, проблемы, просто ужасный режим. Сегодня я смогла встать в 12, я до этого рано просыпалась, и в 6 утра я просыпалась, и потом, по-моему, в 7 утра я просыпалась, потом Вима скулила ночью, потому что ей что-то перегородило путь спуститься с кровати, пойти пописать, попить воды. Вот, и, короче, я ей помогала спуститься. Бывает, просыпаюсь утром, конечно же, для того, чтобы сходить в уборную. Мне хотелось прям поспать сегодня хорошенько. Я вчера так устала и уснула не так, скажем так, рано, как надо было бы, учитывая вчерашний тяжелый день. А еще я сильно горблюсь, и мне очень тяжело это контролировать, потому что, во-первых, у меня уже есть какой-то груз, который меня вперед, это самое. Короче, тяжеловато уже, если честно, вот так вот ровно стоять. Я, в принципе, никогда ровно так не ходила, да, чтобы сказать, что я никогда не горбилась, но сейчас это особенно тяжело не горбиться, и это ужас. Я постоянно ловлю себе на мысли, типа, выпрями спину, не горбься, потому что мама, когда увидела, как я горблюсь, уже сейчас, она мне сказала, что когда появится малыш, я буду его кормить. Я буду ходить как крючок, вот так, потому что буду постоянно ходить, и мне, конечно, этого не хочется. Поэтому нужно обязательно об этом думать. Я еще, когда схожу в врачу, хочу спросить по поводу бассейна. Вот, потому что мне кажется, я, по-моему, это уже сказала, конечно, но мне кажется, беременность – это идеальное время для того, чтобы заняться собой, своим здоровьем, своим телом. Ну, как в плане, понятно, не качаться там, знаете, штангу поднимать, а именно в том плане, что ухаживать за кожей, да, пользоваться всякими кремачками, маслами. У меня, кстати, куча всякого, но на самом деле это вообще такое. Я этим, конечно, пользуюсь, не забываю, но суть заключается в том, что я убеждена на 100%, что это чисто вот как у тебя по генетике стоит, так и будет. Потому что есть люди, которые очень сильно поправляются в беременности, у них ни одной растяжки. А есть люди, которые не сильно поправляются, у них все в растяжках. То есть я уверена на 100%, что это просто расположенность. У меня есть расположенность к растяжкам, у меня даже есть маленькие растяжки на попе, я об этом где-то уже говорила. Они у меня с подросткового возраста, поэтому я, в принципе, не строю каких-то иллюзий о том, что, типа, знаете, у меня будет ни одной растяжки. Я очень не хочу растяжки, кто и хочет. Конечно, курочку я люблю, но вот эта часть, которую они привозят, это самая ужасная часть в курице, потому что это вот эта часть с вот этой хироборой. Да, видите, нет? С прожилкой вот этой, которую я обычно сюда вырезаю, отрезаю, но сейчас мне, если честно, проще это уже сделать ножом, когда я приготовлю, потому что я всегда всю еду, которую я ем, я ее режу ножом. Я вообще никогда не ем без ножа. Ну, то есть, понятное дело, если это, не знаю, что-то, что ты держишь в руках, типа бургера какого-то, то, конечно, я это ем без ножа. Но если говорить про любую другую еду, я всегда ем только с ножом. Я не знаю, как можно без ножа есть. Для меня это просто нотенс. Ну, многие люди едят без ножа, и им классно. Мне вот вообще не классно. Я не люблю кусать огромные куски того же шашлыка, еще что-то. Не знаю, это типа даже эстетично просто для самого себя. Ешь эстетично. Конечно, это глупость. Кстати, почему-то таким заворачиваться, но просто, знаете, бывают, есть люди, которые вот даже в ресторан приходят, и видят, что они сидят, жрут туда, устреляют. Все, можно ставить курочку, и пока она будет готовиться, я сделаю салат. Хотя курица вот эта делается очень быстро, но я думаю, что я успею. Так, ребят, мой ужин готов. Здесь у меня гречка, остатки. Ну, я сделала один стакан. Вот, Слава может еще поесть, когда придет, хотя, я так поняла, он поест с другом где-то в кафешке, может, не знаю. Все убрала, осталось только кастрюли с гречкой, но сейчас я ее потом в контейнер переложу гречку и вот эту курочку. Вот, понятно, я все сама не съем. Такой вот у меня салатик, гречка, так что сейчас буду кушать и что-то включу на телефончик, смотреть, интересненько. А еще у меня вот такие тут цветочки. Этот букет был намного больше, вот. Просто некоторые цветы, которые в нем были, видите, что-то ссыхается. Короче, некоторые я достала еще дня два назад и выкинула, потому что что-то сыпется, ссыхается, а что-то выглядит еще очень даже ничего. Муж дарит мне цветы без повода. Вивочка пришла выпрашивать. Дай мой короченький. Носик мой любимый. Итак, рассказываю, что я поела. Я съела два кусочка курочки. То есть они вот такие по размеру, но не очень большие. Два кусочка курочки съела. Гречку, практически всю, которая у меня была в тарелке. Салат у меня тут еще до хрена, но я его еще поем. И я чувствую, что я наелась, то есть у меня уже нету чувства голода. И насколько я знаю, при беременности самый лучший вариант, как питаться, это по чуть-чуть, но часто. Для того, чтобы ваш животик все хорошо переваривал, чтобы не было каких-то там, ну, то, что тяжело переваривать, когда обожрался, просто как сволочь. Потому что на самом деле, вот даже если я сейчас съем еще одну курочку, о чем я думаю, я, скорее всего, ее, может быть, съем. Даже хотя бы половинку, не знаю, потому что у меня есть еще гречка, мне хочется еще чуть-чуть почувствовать вкус курочки с гречкой. Но меня бесит то, что на самом деле я наелась. Я не скажу, что я с этим борюсь, но сейчас в беременность мне сложнее становиться есть. То есть, как сказать, когда я уже чувствую, что я наелась, я не отодвигаю полностью все, что у меня тут есть, даже куча недоеденного. Я думаю, так, ну ладно, я наелась, значит, я могу еще чуть-чуть добавить к вот этой моей порции, скажем так. Грубо говоря, вот у меня осталось немножко гречки, и мне хочется к этой гречке добавить буквально половинку курочки. Я думаю, так, а почему нет, да? Ну, как бы, что прям такого страшного? То есть, как будто бы еще буквально парочку ложечек нужно съесть. Но при этом самое главное, зачем я стараюсь следить, чтобы не было именно тяжести в животе, когда ты реально обожрался. Потому что иногда бывает очень что-то вкусненькое, и ты такой, ой, остановиться бывает сложно. Салата я, конечно, зафига нарезала, я думала, что получится меньше, и я теперь не знаю, что делать, потому что я это, конечно, все не съем. Даже несмотря на то, что это салат, типа, легенькая еда, я столько не съем. Так, ребят, пришел Слава. От бренда пришли вещи. Вот тут много парных. И я вспомнила, что я угорала над людьми, которые носят парные вещи. Но на самом деле я угорала не из того, что, типа, кто-то идет в одинаковых футболках. Ну, например, пара. Мужчина и женщина. А я угорала с того, что, например, у него написано, типа, знаете, как раньше было модно? Типа, она со мной, или типа, а у нее он со мной и стрелочка. Ну, типа, короче, вот с такого я угорала. Хотя я понимаю, что, ну, как бы ладно. Рассказывала Славе, как прошел поход к глазному. Забыла вам рассказать, что помимо того, что я смотрела, короче, на какую-то картинку у Деликейджа, там какой-то, не знаю, что там за анализ проводили. Еще потом подвинули другой аппарат, из которого как будто кто-то плюнул воздухом. Прямо вот такой вот был прям в глаз. Я испугалась, просто обосрался, если честно. Короче, я забыла загрузить стирку. Сейчас уже 10 часов вечера позднейшего, поэтому сейчас все загрузим. Как бы много, но у нас достаточно большая стиральная машинка. Сейчас я все загружу. Единственное, что, конечно, надо белые отдельно стирать. Бесит. Ну, что поделать. Так, у нас стиралка, кстати, на сколько килограмм? На 7 килограмм! Ни хера себе! А еще я всегда отдельно, и не знаю с чем, стираю вот этот костюм, потому что мне страшно, он максимально как будто ядреный. Это этот, пиджама. Хотя, может, сейчас постирать? У меня тут все такое серое, розовое, фиолетовое. Может, ничего? Ну, узнаем попозже. Все-таки запихну, ладно. У меня подписчики, вы, рассказывали, что продаются специальные какие-то штуки, которые кидаешь в барабан, в стиралку, и они забирают в себя цвет, который, возможно, может окрашивать какую-то одежду. Вот. Это любопытно. Классно, две стирки как раз проведу. Постельное все белое, поэтому как раз проведу две стирки. Все переживаю по поводу сушильной машинки. Переживаю в том плане, что в новую квартиру мы хотим, чтобы у нас была сушильная машинка, ну, и стиралка, и сушилка. Либо два в одном. Еще, я знаю, такое тоже бывает, и кто-то прям говорит, вообще классно. Но это мы позже с вами будем обсуждать. Вот. Всякие ремонтные вопросы тоже у меня в голове. Ну, короче, я к чему? Все равно это все переживательно, потому что у нас, например, только стиралка, а вещи мы сушим по старинке. Ну, типа на этой вешалке вот этой, где суши... сушки. И я знаю, что, по-моему, какие-то вещи в сушилке нельзя сушить. И для меня это такой, как бы, моментик, типа в смысле нельзя. Такое, кажется, мне кажется, у меня сейчас животик просто лопнет. Хотя уже прошло, не знаю, минут сорок, если не час после того, как я поела. Тут уже грязно, хотя я мыла недавно. Может, мне три назад. Все так быстро засирается. Вот это, видите? Терпеть не могу. Терпеть не могу на такое смотреть. У нас в целом не грязно, но вот эти вот ляха-муха, не знаю, вы видите, нет, на зеркале. Я думаю, видно. Короче, всякие точечки, штучечки, брызги. И вот это вот я просто терпеть не могу. Я эту кисть просто ненавижу. Она не хочет отмываться до конца. Так, ребят, у меня села камера, когда я кисточки мыла. Вот, показываю вам результат, как я помыла раковину. Все блестит, аж мой беременный живот. Сама отражает. Я просто вот так вот хожу. Мне так легче, потому что он прям объелся, как будто малыш. Ну, ванну, понятное дело, тоже все помыла. Единственное, что не знаю почему, но постоянно вот здесь разводы, которые я не знаю, чем отмыть. А, кстати, я смотрела когда видео той девушки, которая приходит к людям в дом и убирается. Она сказала, что используйте, типа, ферри. Короче, то, чем вы мойте посуду от жира и так далее. Когда будете мыть ванну, там, раковину. Типа, это очень классное средство. Ну, просто, типа, ферри. Ну, типа, не бойтесь использовать для мытья, там, той же самой плитки. Очень классно. Вот, так что надо будет в следующий раз попробовать. Сейчас мне уже неохота пробовать. Я тут уже все помыла. Ну, конечно, вот это некрасиво, вот эти разводы. Но они не отмываются, реально. То есть я их губкой фигачу. Вот, я пришла на кухню здесь тоже отмывать. Ну, не, короче, может и это отрется, но все равно не идеально. Потому что так-то можно протереть. Но это все равно... Вот видите, сейчас я протру и сейчас будет, типа, идеально. Но, на самом деле, сейчас через какое-то время все равно они проявятся. Если бы это так работало, я бы каждый раз протирала. Думайте, я не пробовала. Сейчас блестит. Но все равно. Потом не будет. А еще, что хотелось бы мне вам сказать. Никогда в жизни не делайте вот такую плитку ванной. У нас такая ванная и в туалете. Это просто убийственный какой-то кошмар. Это просто трэш для перфекциониста, потому что прям плохо. Мало того, какой-нибудь гель, шампунь может здесь зависнуть. Ну, знаете, там волосы мылишь, и что-то волосами хренак по стенке. И что-то там осталось. Какой-нибудь развод остался, и все. Потом с ума сходишь. Я ненавижу вот эти вот разводы посередине вот этих цветков. Короче, просто ужас. Поэтому реально никогда в жизни не делайте себе такое ни в ванной, ни в туалете. В туалете тоже не делайте. Странно, пока блестит. Прям так хочется, чтобы все блестело, знаете. Потому что вроде чисто, все помыл. Но вот эти вот посередине хреновины меня просто сводят с ума. Все равно внизу вот будто нет. Короче. Вот эти штуки тоже всегда протираю, понятное дело. Ох, так, здесь вообще трэш полнейший. Я уже почти все отмыла. Последнее, что я сейчас делаю, это мою полы. Вот эти вещи раскладываю, разбираю. И все. Можно идти смывать макияж. И либо садиться за монтаж этого влога. Либо вообще в кровать. И кайфовать. Хочу, чтобы дома было идеально чисто. И когда мы вернемся в дачу, чтобы тут была просто чистота и красота. И вообще не думать про уборку. Про то, что дома надо что-то сделать. Чтобы просто наслаждаться чистотой. Тем более, когда мы приедем в дачу. Ну, сейчас вот выходные уже начались. И когда мы приедем в дачу, начнется новая неделя. А на новой неделе мы собираемся рассказывать про беременность. Поэтому не хочется отвлекаться ни на что. Я как маньяк снимаю из-за двери. Зая, ничего, что ты беременна это делаешь? Мой муж переживает, что я беременна и мою полы. Но, блин. Мне кажется, это же не тяжесть таскать. Я не так сильно перенапрягаюсь. И, ну, как мне кажется. Хотя, может, в комментариях напишут, типа, ты что, нужно просто лежать пластом и ничего не делать. Но я так не могу. Все-таки у меня еще не настолько большой животный, не такой большой срок, чтобы я вообще лежала, как зомби какой-то. И у меня нету показаний к тому, чтобы лежать. Ну, то есть у меня нет ни гематома, ничего, ни тонуса. Слава богу, все в порядке. Поэтому, ну, как бы, еще убенять. Даже не представляю, в каком состоянии я должна находиться, чтобы я не убиралась или что-то такое не делала. Потому что для меня это вообще просто, как, не знаю, святое. Я думаю, уж весной и летом я точно не буду в огороде копаться, конечно. Мне не позволит живот. И я думаю, просто, в принципе, это достаточно сложно. Не, ну, уж какие-то минимальные штучки я смогу, типа, походить с этим шлангом. Когда я устала и у меня нет сил, я лежу. О, тут Вивочка. У Вивы какая-то фигня, когда я подхожу с пылесосом, и она, наоборот, должна, как бы, ну, в духе от него вскрыться куда-то, потому что, понятно, пылесос это не самое приятное, что может быть для маленькой собачки, шум и так далее. Она какого-то хрена, она какого-то хрена, наоборот, начинает этот пылесос выходить, шугаться от него, и в ту сторону, куда мне надо пропылесосить, она обязательно идет в ту сторону. И начинается вот это вот, знаешь, когда с людьми не можешь разойтись. Ну и все, остался коридор, кухня, и красота. Так, ну что ж, ребят, все, дома у нас супер-пупер чисто, везде протерла пыль, красотищу навела. Тут тоже все. Помыла, навела красоту. Кисти все помыла. Так что, очень рада. А мы с вами сейчас пойдем разложим вещи, которые там лежат на кровати, и можно будет реально отдыхать и с вами прощаться. Кстати, вот таким молочком, по-моему, это молочко для тела, да, я пользуюсь. Но им я просто пользуюсь как, типа, дополнительное, просто для, вот, например, руки. У меня просто все сохнет. Я думаю, мне не хватает чего-то, что питало бы кожу. Хотя воду я пью постоянно. Думаю, не так много, как могла бы, но стараюсь. Еще у меня есть вот такой крем. Тоже от растяжек. Им я, ну, короче, я все чередую, всем пользуюсь. Вот такое масло мне очень советовала Луиза, моя подруга. Как раз от одной фирмы. Но его прям еле как нашла. Буквально прям повезло найти. Еще очень активно я пользовалась вот этим маслом. Это у меня уже вторая такая баночка. Если не третья. Ну, вторая, наверное, да. Тоно тоже классное. Прикольное. Дорогое, правда. Но классное. Еще у меня было масло от бренда Веледа. Или Валеда. Ну, короче, такое зелененькое. Самое такое, мне кажется, распространенное среди масел. Вот растяжек. Но оно у меня закончилось. И его очень сложно где-то найти, достать. Сейчас в Россию его не привозят. И Слава мне его заказал. И оно будет к нам ехать. Вот. Оно придет в марте. А до марта у меня, у меня хватит вот этого всего. Но на самом деле, не скажу, я не знаю, насколько то масло чудесное, чтобы так его ждать и так далее. Но мы все равно заказали. Пусть будет. Потому что после родов все равно, ну, нужно и можно пользоваться этими маслами. В любом случае, это будет хорошо. Потому что растяжки у нас могут появиться не только, когда мы поправляемся, но еще и когда очень резко худеем. Ну, даже если я не резко похудею, в любом случае, это не будет лишним. Нам кучу всего прислали. Пока не знаю, куда это девать. Наверное, я сложу в контейнер. Потому что мне сейчас неохота, если честно, разбираться с вещами, думать, куда это все деть. Но я не все сложу. Нам просто прислали вот такие штаны со Славой, одинаковые. И на фотке это выглядит модно, классно. Видите, какие огромные? Это L, типа для Славы. Но они носятся где-то, короче, на бедрах, и они тут хорошо затягиваются. То есть, это, короче, стиль такой, типа рэперский, что ли. Честно, это вообще не мой фасон. Вот на моделях выглядит прикольно, а на мне вообще не очень. Но единственный плюс, их можно мне прям вот досюда надеть, и будет супер. Ну, типа для беременного живота вообще идеально. Самое классное из того, что они прислали, это вот такие свитера. Один для меня, один для Славы. И это прям вообще, прям бомба. Вот они очень понравились. Они и, ну, как свитера просто прикольные сами по себе, и горлышко хорошо. Ну, короче, по качеству, по вот такому приятности на теле, понравилось больше всего. И по фасону, в принципе, подошло больше всего. Так что, я их прям даже далеко убирать не буду. Может быть, мы такие милые голубчики, сходим 14 февраля в этих свитерочках, и нам нужен. Хотя, мне кажется, это немножко кринжово. Все, тут вещи особо разбирать долго и не надо от бренда Elastic Store. Я в нем в основном сейчас хожу, потому что он такой объемный. Я с вами прощаюсь на этом. Безумно вам благодарна за комментарии, поздравления, я уверена, что вы все пишете. Ура, вы так рады! О! Еще раз хочу вам напомнить, что в ВКонтакте эксклюзивно я буду выставлять разный контент дополнительный, так что обязательно переходите по ссылке в описании. Там будет все такое интересненькое, классненькое, и здесь, или где-то в другом месте вы этого не увидите, так что всем рекомендую и обязательно на меня там подпишитесь, потому что я там буду очень часто, и уверена, что будет много разных вопросов, и я потом обязательно сделаю какое-то место, чтобы вы задавали вопросы, и сниму отдельно видео, где отвечаю на вопросы. Я думаю, что так будет лучше всего, чем где-то постоянно... Ну, я все равно буду где-то что-то дублировать, отвечать, рассказывать, но я имею в виду, что будет здорово, если все будет в одном месте, так что потом обязательно буду на все ваши вопросы также отвечать. Спасибо большое, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!